Здравствуйте, уважаемые участники рынка! С вами Аркадий Романович, автор торговой системы «Опережающий трейдер». И в этом видео я с вами поделюсь одним из самых главных и фундаментальных принципов торговли вокруг зон поддержки и сопротивления. Данный принцип носит название «Принцип полярности». Что же это такое? Данный паттерн относится к паттернам «Price Action». Кстати, хочу напомнить, что 26 ноября, в субботу, позднее объясню, почему в субботу, у меня стартует четырехдневный интенсив, на котором я вам покажу все самые крутые паттерны свечного анализа, которые есть, которые обладают наибольшей вероятностью, наиболее прибыльные модели. Но забегая немножко вперед, скажу, что по факту там будет одна модель, мега крутая, которая мало того, что затмевает все остальные модели свечного анализа, она настолько проста, но безумно эффективна. Я бы даже сказал, ради нее вам стоит посетить, стоит поучаствовать в данном интенсиве, который займет у вас всего 4 дня. То есть за 4 дня вы мало того, что узнаете абсолютно все, что необходимо знать для достижения результата и торговли по «Price Action», по психологии толпы, то есть по чтению графика, вы еще получите как раз-таки этот паттерн. Он очень простой и состоит, если я даже немножко больше скажу, состоит из трех свечек и способен принести вам баснословную прибыль. Я точнее гарантирую, что он вам принесет баснословную прибыль, если вы будете четко соблюдать правила торговли по этой модели. Поэтому 26 ноября, в субботу, мы в субботу торговать, естественно, не будем. Мы разберем все модели, а в понедельник, вторник и в среду будем оттачивать навыки. Я буду отвечать на ваши вопросы и покажу, как пошагово мы с вами сможем работать и зарабатывать по этим паттернам. Так что 26 ноября, ссылка прямо под этим видео. Итак, теперь давайте вернемся к принципу полярности. Представьте себе зону сопротивления. Представили, да? Ее пробивают большой восходящей свечой. Как правило, любые сильные уровни пробиваются большими, длинными, толстыми, сочными, как угодно можно назвать, свечками. Принцип полярности заключается в том, что если будут пробивать обратно, но уже как поддержку, пробьют такую же свечку. То есть вы визуально сможете определить, пробили уровень или нет. Это первое преимущество. Второе преимущество принципа этого состоит в том, что вы всегда правильно и очень выгодно сможете поставить стоп-лосс. То есть у вас риск будет совсем небольшой по отношению к прибыли, которую вы получите. И сейчас мы как раз на реальном примере рассмотрим данный принцип. Итак, все внимание на экран. Итак, перед вами график фунт доллара. Мы разбираем принцип полярности. Давайте так и запишу принцип полярности. Сейчас я запишу правило, а потом расскажу. Если слева большой бык, то справа большой медведь. Таймфрейм не имеет значения. Сейчас объясню. Либо наоборот. Если слева большой медведь, то справа большой бык. Что это значит? Для начала мы определяем уровни поддержки и сопротивления. Вот мы определили зону поддержки. Как определять зону поддержки? Посмотрите, пожалуйста, на предыдущее видео. Я подробно рассказываю. Соответственно, мы видим слева большого быка. Если вы хотите убедиться, что пробой действительно качественно и действительно зону пробили, вы здесь увидите большого мишку. Большой мишка вам говорит о том, что уровень пробит. То есть, если вы хотите действительно определить пробой, то это самая верная индикация. И тогда в этой ситуации вы поступаете следующим образом. Либо на небольшом откате, либо сразу нажимаете sell. Продаете стоп-лоссы всегда за пиком вот этой пробойной главной свечи. Если вы решаете купить, то на истории не буду показывать, но тем не менее вот такой вариант. Вы ставите стоп-лосс ниже бычей свечи. Все очень просто. Если мы немножко пойдем выше, то такой же принцип. Вот у нас есть зона сопротивления. То есть, мы здесь ищем исключительно важные зоны. Важные зоны поддержки сопротивления. Вот у нас еще одна зона. Сейчас я покажу. Что вы здесь видите? Вы видите большого быка. Сейчас я увеличу. Видите? Большой бык. Пробили. Вернулись. И затем также пробили большой медвежий. То есть, принцип полярности. Был большой бык, стал большой медведь. То есть, чтобы пробить один и тот же уровень, нужна одна и та же свеча, только другого цвета. Соответственно, если здесь захотят пробить вверх, то пробьют по британцу зону. Здесь образуется большая зеленая свечка. Но у меня в кампе еще зеленая. Смотрите, какой цвет вы используете свечей. То есть, восходящая свечка. И это будет вам говорить о том, что здесь действительный пробой. И вы уже стоп-лосс будете рассматривать байк. Стоп-лосс поставите ниже лоу. Да, вот этого. И вход в рынок у вас будет в этой зоне. Но уже в качестве покупки. Но в качестве движения ценой. То есть, это очень и очень важный фундаментальный принцип работы с графиком. Да. Для того, чтобы максимально точно, максимально правильно определить действительный пробой. Это первое. Да. Качественный пробой. И, соответственно, войти с минимумом риска. Потому что у вас всегда соотношение стоп-лосса и тейк-профита будет очень и очень хорошее. Еще раз. Запомните принцип полярности. Применяйте его. И запомните, что если слева большой бык, то справа большой медведь. Или если слева большой медведь, то справа большой бык. Там, где большая свеча пробивает уровень вверх, там же такая же большая свеча пробьет уровень вниз. Вот таким нехитрым способом вы можете определять пробои и работать вокруг зоны поддержки и сопротивления. Если для вас это видео было полезным, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, пишите под этим видео комментарии. И еще напишите, пожалуйста, также под этим видео в комментариях, как вы определяете зоны поддержки и сопротивления. На этом все и до следующих видео.